Добрый майский и даже относительно теплый вечер, плюс 11, показывает мне телефон, температуру за пределами нашей студии. А это значит, что скоро будут отвечать отопление, и это мы тоже непременно обсудим в программе 3 в квадрате, но сегодня у нас пучок других новостей. В студии Большого Радио для вас собрались Екатерина Гладышевская. Добрый вечер, в субботу, говорят, будут уже плюс 19. Ого, это кто говорит? Коллеги. Ну, им, видимо, кто-то говорит, не знаю, гидромет или там приложение в телефоне. Но кто-то им говорит. Если вы видите нашу, эту трансляцию онлайн на сайте Большого Радио или нашей группе ВКонтакте, то вы бы видели, что в этот момент Екатерина Гладышевская показывала на Максима Жиравина, который сидит рядом с ней. Всем привет и не обольщайтесь. За режиссерским пультом с нами Алексей Марин, меня зовут Александра Козлова. Номер для ваших звонков, напомню, на всякий случай, 450945. И номер для ваших сообщений, который вы можете написать в формате Viber, WhatsApp, SMS, Telegram, 8921-045-1045. Итак, кстати, про отопление действительно, я думаю, что уже на следующей неделе будем разговаривать, потому что Петербург уже отключается от отопления и заодно от горячей воды. Там все очень сразу. Ну, как снег прошел у них, арктический, который там от нас им доставался, так, видимо, стали это... Слушайте, тепло в квартирах, это, конечно, прекрасно, но вот у меня двушка, у меня, получается, над кроватью окно закрыто, но открыто в маленькой комнате и открыто на кухне, сквозняка нет вообще. То есть я в квартиру захожу, такое ощущение, что у меня плотно были закрыты окна. Представляю себя где-то на юге. Фантазию, Катя, включи. Солнце, но недостаточно солнца. Лампочку включи, глаза закрой, ты на юге. Когда мы обсуждали температуру в нашей студии, которая, к слову, уже составляет 27,5 градусов, Екатерина, кажется, говорила, что очень комфортная среда обитания. Что ж ты жалуешься, Екатерина? Ну что ж, перейдем к новостям, к серьезным, от выяснения отношений, кто кому бука. Сегодня в ночь произошла одна из, вернее, появилась на лентах информагентства, одна из самых резонансных новостей. Плотненько пошли посадки по линии силового... Это уже сериал практически, вот я бы так назвал это. Потому что в ночь на сегодня, собственно, с понедельника на вторник, был арестован начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Что известно об этой ситуации? Он арестован по получению взятки в особо крупном размере, это мы тоже где-то уже слышали, об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. По данному следствия, взятку он получил примерно в 21-23 годах, или просто сумма была такая, что он получал ее по частям. Будучи начальником восьмого управления генштаба, который занимается вопросами защиты государственной тайны. Что собрали журналисты на этот момент? Итак, о задержании сообщили правоохранительные органы и сообщили прямо сразу ночью. Генерал-лейтенанта подозревают получение взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, он заключен под стражу, и мы понимаем, что в ближайшее время в него пустят никакого домашнего ареста. Следствие предполагает, что в 21-23 годах Кузнецов получил взятку от представителей коммерческой структуры за совершение определенных действий в их пользу. В чем конкретно они заключались, Следственный комитет, как всегда, не уточняет. Но что самое интересное, на рабочем месте и дома у Кузнецова прошли обыски. У генерала изъяли более 100 миллионов рублей, в том числе и в иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. — Это получается, что 21-23 год — это тоже в разработке, наверное, дело было? Потому что говорят, что взяточные вот эти вот истории, они крайне долго расследуются, и очень сложно уличить человека в факте. — Буквально вот не так давно, незадолго до эфира пришли небольшие обновления. Ведомости сообщали, что Кузнецову вменяют взятку, которая связана с реконструкцией военного училища. И речь идет, насколько вот журналисты смогли выяснить, о Краснодарском военном училище имени Сергея Штеменко. Размер взятки при этом не уточняется. — Ну да, но вот как-то, я не знаю, вот чины, когда такие в таком размере, в особо крупном берут, неужели они наивно полагают, работая в Минобороны, что их никто не схватит за руку? — Это привыкает ко всему, Саша. Вот я привожу в пример всегда фильм, сейчас не вспомню на вскидку, как он называется, когда главный герой попал в окружение, где вот в качестве игры они использовали такую штуку, что убивали потенциально больного, смертельно больного пациента, сами они врачи, и таким образом, что никто не мог определить, каким образом человек по итогу умер. То есть все считали, что это естественная смерть. И фишка у них заключалась в том, чтобы каждый раз придумать вот что-то вот такое, что невозможно было раскрыть. Я к чему? Что главный герой, который втянули в эту историю, сначала он с ужасом вообще, ну когда он совершил это вот первоубийство, он с ужасом об этом думал, что он ходил по комнате, он говорил, меня сейчас поймают, он не спал, он выпивал. А когда он понимает, что его не поймали раз, то с каждым последующим разом это становилось делать проще. Мне кажется, что просто люди в какой-то момент начинают чувствовать себя неприкасаемыми. — Такое ироничное наблюдение. Вот есть всякие рекомендации серии, когда вы там попадаете в зону боевых действий, ну когда вы не военный, когда вы там журналист, или там какие-то гуманитарные вопросы решаете, например. — Не берите в руки оружие. — Это в первую очередь есть, да, там определенное международное гуманитарное право, если не ошибаюсь, называется. Но речь не об этом. То есть когда вы попадаете в зону боевых действий не военным, а каким-то другим лицом, и вы проводите там какое-то длительное время, когда перестаете бояться, значит нужно уехать, чтобы потом вернуться, когда снова начнете бояться. — Да, применимо к чиновникам высокого ранга. — У всех таких-то сравнений. — Ну видимо, да, то есть в какой-то момент просто человек падает, забрало, теряется какой-то страх, что тебя могут поймать. И вот, ну, наверное, когда перестаешь бояться, надо быть еще более бдительным к тому, что ты делаешь, какие деньги ты берешь, за что и у кого, иначе тебя могут в один самый, может быть, неподходящий, неожиданный для тебя момент. — В ночь с понедельника на вторую. — Как вариант, да. — Как вариант, да. — Поймать за руку и отправить за решетку. — Кто такой Юрий Кузнецов, о котором мы до этого момента ничего не слышали? — Да, кто же такой? — Это человек, который с 2010 по 2023 год занимал должность начальника 8-го управления Генштаба, который занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны. Я вот просто представляю себе, через какое количество проверок, в том числе на полиграфии, этот человек, по идее, должен был бы проходить. В мае 2023 года он стал начальником Главного управления кадров Минобороны. Соответственно, сегодня карьера его прерпалась. — Очевидно, да. — Да. Ну, а в Минобороны, судя по всему, идут глубокие раскопки, потому что чиновники, да, то есть как бы у нас по линии МЧС предыдущая была история, а теперь вот у нас Минобороны, то есть в силовом блоке копают и оглядываются, судя по всему. И я думаю, что это не последняя история, которую мы услышим в ближайшее время. — Да, раз началось вот это все, то будет потихонечку наверняка все вытягиваться, вытягиваться. И каждый раз мы будем с вами удивляться, как можно, правда, находясь в таких чинах, ворочая, с позволения сказать, такими деньгами. — Как будто бы вот все вот это... Я понимаю, что вещи, когда у тебя в Министерство обороны назначают экономического чиновника и производят чистки коррупционеров в рядах Министерства обороны, скорее всего, это не взаимосвязанные процессы, вероятнее всего. Но в комплексе на все это смотришь и выглядит так, как будто бы вот хотят как-то экономику этого ведомства поправить. То есть сначала убрать коррупционеров, которые деньги из ведомства воруют, а потом поставить туда главу, который, собственно, с экономикой этого ведомства и разберется. Потому что, ну вот мы вчера, кстати, в эфире обсуждали назначение Белоусова, да, в качестве министра обороны, что одной из задач ему будет ставиться в том числе... — Аудит, грубо говоря. — Аудит, грубо говоря, аудит, да, совершенно верно. То есть навести порядки с расходованием средств, контролем этих средств. То есть, ну, в этом смысле два параллельных процесса, ну, по идее, должны привести к какому-то позитивному результату. — Да, но когда вчера стало известно о том, что Сергей Кужугетович не возглавит, не устоит, скажем так, во главе Министерства обороны, ну, мне кажется, в этот момент все люди, которые занимаются политикой, интересуются политикой, которых так или иначе вот эта вся, как, не хочется назвать это сетью, но вся вот эта структура, на которую влияет, мне кажется, сделали так. Потому что решение очень неожиданное. То есть страна в СВО, страна переживает достаточно сложное время, и в этот момент меняется оборона. — Слушай, а я вот не сказал бы, что оно было таким уж неожиданным, потому что, ну, напомним ситуацию с господином Пригожиным, да, когда он тут устроил чуть ли не военный переворот, и уже тогда, в общем-то, говорили, что как будто бы, ну, ответственность министр должен какую-то понести. То какая это будет ответственность, в каком виде она будет представлена общественности, ну, понятное дело, что Сергей Шойгу, да, наверное, не той величины человек, которого можно, я не знаю, поутратить доверие, отправить в отставку, да, то есть, скорее всего, это вот такой вот тихий уход куда-то в сторону. То есть со счетов не списываем, да, но вот доверие как к военному чиновнику к нему могло быть подорвано, например, да, и мы потихонечко выводим из этой обоимы, не знаю, на скамейку запасных. — Но при этом, возможно, уикнули не только люди, которые имеют непосредственно отношение к политике, которые, как ты говоришь, Саша, интересуются политикой, но и рядовые граждане, и военнослужащие, я вчера об этом говорила, что мне несколько человек написали, что непонятно, чем аукнется вот эта вот смена, но поскольку люди неизвестны очень многим фамилии Белоусова, естественно, они с опаской относятся к тому, что происходит. — У нас есть звонок. Добрый вечер. — Добрый вечер, друзья мои. — Здравствуйте, Роман. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Значит, мое сугубо личное впечатление об этих вещах, о которых вы рассказываете, значит, конкретно это звенья одной цепи, причем двойные звенья, а может, где-то и тройные. А что касается министра бывшего Шойгу, не просто так Владимир Владимирович вдруг взял и его перевел. на безопасность. Дело в том, что по-другому он поступить не мог только по одной причине. Если еще будучи главой МЧС, Шойгу парился в одной бане с Путиным, если они с Путиным иногда прилетали к нам в края, поохотиться, порыбалить и прочее. Поэтому, увы, Шойгу — это не та фигура, которую можно вот так же привлечь и прочее. Поэтому здесь все понятно, не во всяком случае. Не знаю, может быть, я не прав. Роман, в любом случае, да, спасибо за ваше мнение. Всегда рада вам в нашем эфире. Да, кстати, про отпуск с президентом тоже очень многие вспоминали. И про то, что есть, да, определенные люди, которые достаточно близки к президенту. И вот Сергей Кужгетович среди этих людей. Ну, в общем, будем следить за развитием событий так или иначе в новостях. А между тем, назван самый популярный в России вид взятки. И это отнюдь не суперкрупные размеры. Размер большинства взяток, за которые россияны судили в 2023 году, не превышает 50 тысяч рублей, сообщает персон. Скромненько, скромненько. Да отчего же. Я вот, нет, я бы отказалась, конечно же. По данным судебной статистики, по делам коррупционной направленности, самым популярным размером взяток остаются суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за такие суммы осудили более 5 тысяч человек, что составило четверть всех осужденных за коррупцию. На втором месте среди способов подкупа расположились услуги неимущественного характера, которыми воспользовались 3,7 тысяч человек. На третьем месте оказали взятки до 10 тысяч рублей. Самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей. Мне интересно, сажали из-за такое? Там, скорее всего, судебный штраф какой-нибудь, я думаю, да, там вряд ли были посадки. Но на самом деле, очень много лет назад, ну не очень много, но достаточно много лет, уже в моей профессиональной деятельности это точно, по крайней мере, было, кто-то из депутатов Государственной Думы тогдашнего созыва сказал, что нас, в общем-то, взяточников надо ловить там среди врачей и учителей, потому что как раз-таки, вот, я думаю, что где-то в этой сфере вот эти вот истории про 10 тысяч рублей, когда, ну, то есть... Тысячи шоколадки, вот я тоже, да, перечитые шоколадки. Ну да, ну да, ну то есть, ну, что-то, что за взятка с 10 тысяч рублей, что можно купить? Ну, какую-нибудь там справку, да, какую-нибудь там печать, какие-то анализы, которые ты не хочешь сдавать, то есть, ну, я думаю, что это вот... Мелкая бытовуха. Да, ну, у нас же там, даже в Мурманске была история, когда там кофемашиной давали взятку, а там кофемашина, ну, стоимость, ну, там, ну, 50, ну, 100 тысяч рублей, я не знаю. Как вот в случае с кофемашиной отличить взятку от подарка? Ну, это вечный вопрос. Чиновник не может получать подарка в принципе, напомню, на всякий случай. Так что очень легко, все приравнивается к взятке. То есть, если... Ну, я не чиновник, мне можно дарить. И какой-то мзде, поэтому в этом смысле тут никаких не должно быть разночтений. Просто я когда смотрю вот такие новости, да, то есть там взятка от 10 до 50 тысяч рублей. Представляешься, что кого-то посадили за взятку в 10 тысяч рублей, а вот сейчас высокие чиновники, у которых находят сотни миллионов. Ну да, там явно не десятки. И какие-то запредельные предметы роскоши, да, у кого там в прошлый раз находили какие-то часы, которые стоят просто как... Пожизненное проживание... Да, как бюджет Мурманска, отдельно взятого города, да, или проживание многодетной семьи в течение всей жизни родителей и детей. Вот, поэтому, когда смотришь на такое, безусловно, становится грустно. Ну, как бы, надо уметь отказываться от подарков, если вы чиновник. Любая взятка страшна. Да, я думаю, здесь такая тоже параллель, может быть, не очень прямая. Вот в ДТП гибнет больше людей, чем в авиакатастрофах, да. Но на ДТП там не обращают внимания, потому что их, они там штучные, и их много размазано в целом погоду. А в авиакатастрофе сразу и много. Так же тут и со взятками, да. Когда вот эти вот мелкие по 10-50 тысяч рублей, на них никто внимания не обращает. Сколько там этих учителей и врачей за ликовые... Что ты прицепился к учителям, а к врачам? Не мои слова хочу напомнить. Слушай, а с другой стороны, вот вернемся ко врачам все-таки, раз прицепился к ним Макс. Вот бывает же история, когда ты приходишь к доктору, и ты понимаешь, что доктор очень хороший. Просто потому что тебя смотрят от и до досконально. Просто потому что... Ну, по-человеческим отношениям. Да, тобой занимаются. Более того, у меня, например, была история, когда кардиолог меня принимала, то есть говорила мне, вот вам мой номер телефона. Если вам вдруг не захорошеют, у вас есть опция позвонить или написать. И у меня была история, когда поздно вечером мне реально не захорошело. Я помаившись и понимаю, что мне... Либо сейчас я себя накручу и вызову скорую, либо я напишу доктору. Она мне перезвонила, а мы вместе пересчитали пульс, как бы там проговорили симптомы. И она ко мне приезжала. То есть как бы просто потому, что как бы она говорит, да говорит, вы моей дочке вот ровесница, говорит, а вот сердцем такой швах. Не волнуйтесь, я сейчас приеду, я живу недалеко. И я вот думала, ну как-то человека же, ну надо как-то отблагодарить, да? То есть как бы чем-то, как-то. Не на рабочем месте. Ну вот не на рабочем месте. Ну то есть понятно, что когда мы говорим о чиновниках уровня, там, да, замминистра обороны, там, наверное, все-таки кто-то за ними следит, все проверяют, всякие декларации. Твою там коробку конфет или дорогого вкусного чая никто проверять у врача не будет. Ты говорила просто, что не под камерами в фойе. Здравствуйте, вот вам за вашу работу. Вот это не передавая, а в каком-то там частном порядке пошли попили кофе, да, и вот вам простое мое человеческое спасибо. Опять же, когда это спасибо, а не когда вот вам что-то, а вы мне за это что-то. То есть здесь, как говорится, причина-следственная связь. Должна же быть прямая выгода. Друзья, Олег пишет, он соглашается с Максимом, говорит, что решение о замене Шойгу было очень, мягко говоря, ожидаемо. И что-то еще печатает, что печатаем, узнаем, что больше. Олег, печатайте быстрее, я бы сказала, что, судя по всему, для всех это было ожидаемо, а я что-то как-то удивилась. Ну и судя, опять же, по комментариям и в социальных сетях, и в СМИ, не я одна. Но вот, видимо, дальнозоркие вы у нас, Олег и Максим, что как-то это... Высоко сижу, далеко гляжу. Еще поговорим немножечко на криминальную тему, так сказать, в довершении обсуждения. За минувшие выходные и праздничные дни, имеются в виду майские, 21 северянин стал жертвой мошенников. Общая сумма составила 13,5 миллионов рублей, а точнее даже превысила. Я как человек, который, не скромно скажу, каждый день, наверное, либо пишет, либо читает новости подобного плана. 13,5 миллионов рублей за две недели, и это очень скромно. Ни о чем, я бы сказал. Ну, если сравнивать с размером взяток некоторых товарищей. То есть порой за сутки там может быть 6, 8, 10 миллионов, а тут за две недели 13,5. Ну, это так еще скромненько, скромненько. Ну, да, но просто опять же пенсионеры. 68-летний мужчина связался со специалистами по инвестированию. Куда вот вы, зачем уже в непонятное влезаете? И дал общую сумму 5 миллионов рублей, даже больше. Вы только вдумайтесь, 5 миллионов рублей проинвестировал. Таким же способом лишился своих сбережений еще один 61-летний житель Апатитов. Он перевел мошенникам более 2,5 миллионов рублей. Стать жертвой нехороших людей могла бы и 79-летняя жительница Ленинского округа Мурманска. При разговоре по телефону женщина поняла, что общается с мошенниками и не поддалась на провокацию. Молодец. Вот смотрите, мужики, обратите внимание. Вот не надо играться в инвестиции, будьте как будительная жительница Ленинского округа. Ей 79, она не повелась, в отличие от более молодых. И более богатых до этого момента мужчин. Когда и если я доживу до столь преклонного возраста, я обязательно пересмотрю этот эфир, Саша, и внему твоим словом. Ой, там уже другие механизмы будут использоваться. Знаешь, нет, это важно. Есть такой сервис, ты можешь отправить письмо самому себе в будущее. Вот я рекомендую. Отложка из Телеграма. Да, да, да. Ну вот отложка в Телеграме может не сработать, да, сколько там, 30 лет сейчас накинем, даже больше. А вот письмо дойдет и представляешь, ты получишь его, ты уже забудешь про это 200 раз. Уже отдал все свои деньги мошенникам, а тут хороша ложка к обеду. Также хороша, как реклама на Большом Радио, которая будет для вас прямо сейчас. Телефон прямого эфира вы только что услышали. Я напомню, телефон для ваших смс-сообщений 8-921-045-1045 в формате смс, вайбер, ватсап или телеграм. Мы же сейчас перейдем плавненько к медицине. А все почему? Потому что сегодня министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко очень оптимистично, на мой взгляд, оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине. Срок исполнения завтра, я надеюсь. Практически, да. При сохранении тенденции, при которой врачей в системе здравоохранения придет работать больше, чем их будет уходить, а также при условии, что 100% обучающихся по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать с места по окончанию вуза, то есть уже нереально условия. Если, 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 да. Проблему кадрового дефицита в медицине теоретически можно решить за 5-6 лет, заявил кандидат на должность министра здравоохранения, а уже согласованный, да, Государственной думой, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Он пояснил, что в 2023 году в государственной системе здравоохранения врачей пришло работать больше на 20%, чем тех, кто ушел. Например, вышел на пенсию или уволился. Поэтому теоретически это закрытие кадрового дефицита занимает до 5-6 лет при условии 100% целевиков, которые вернутся работать. На решение дефицита, проблемы дефицита кадрового медицинских сестер может уйти 4-5 лет. Давайте заглянем в цифры. Давайте. Как выяснилось, в 2023 году в России не хватало 26,5 тысяч врачей и 50 тысяч работников среднего медицинского персонала. Такие подсчеты приводились в пояснительной записке к законопроекту о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу школьным учителям и медицинским работникам, которая опубликовалась в прошлом году. Соответственно, вот теперь давайте примерим на то, что происходит, слова господина Мурашко. По данным Минздрава, в 2022 году кадровый дефицит усилился. По сравнению с 2021 годом врачей стало меньше почти на 1,5%, а это 37 врачей на 10 тысяч населения. Среднего персонала почти на 3%, это 81 медработник на, соответственно, 10 тысяч населения. В чем проблема? Проблема в том, что, несмотря на стимулирование материально медицинских работников, это различные выплаты, это различные какие-то льготы или это повышение, а у нас сейчас все равно хорошо был проиндексирован оклад медицинских работников, выпускники медицинских вузов возвращаться в больницы не хотят. Они на практике там все посмотрели, им как бы работать уже не хочется. С каждым годом растет квота приема по целевому набору, особенно по дефицитным специальностям его объявляет Минздрав региона или региональная клиника. Студенту гарантируется обучение за счет бюджета в обмен на работу не менее трех лет в регионе. И что у нас получилось? У нас получилось, что по итогам 2022 года в подведомственных вузах при выделенных объемах целевой подготовки в 14 900 местах было зачислено обучение всего 8 тысяч человек. Это чуть больше половины от установленной квоты. Ну и кроме того, давайте посмотрим, кто из них дошел до больницы. В 2022 году из 7356 ординаторов, заключивших договор о целевом обучении, почти 16%, 1173 человека не исполнили свои обязательства. Из них большинство, 797 выпускников, сами отказались от трудоустройства, А из 8 816 выпускников специалитета, лишь 63% приступили к работе или продолжили хотя бы учиться в ординатуре. Ну это заведомо утверждение, что при условии, вот эта фантазия, что 100% обучающихся дойдут до больницы, но это нереально, ни в каких вообще, какие-то там схемы не строят. Теоретические, фантастические, мифические 100% студентов, которые пойдут работать по целевому набору, невыполнимо. Из этой занимательной медицинской математики очень оригинальные выводы сделал Минздрав. Он решил, что недостаточно жесткие меры финансовой ответственности выпускников. То есть они решили, что если они запугают их тем, что они будут каким-то образом вычитать из них эти деньги, штрафовать их, я не знаю, судить. Да я пять раз подумал, прежде чем идти вообще учиться в таких условиях. Друзья, на секундочку верню вас в предыдущую новость. Пролетело сообщение, к сожалению, не подписался человек, радиослушатель. Буквально вчера предлагали установить защиту Каспирского, для чего нужно было пройти по ссылке из СМС. Обломились. Молодец вы. Да, бдительные. Да. Кстати, да, вот эти всякие ссылочки, это такая же история, но они еще и на почту пролетают. Мне, кстати, тут недавно какой-то выигрыш пролетел. Я даже открывать на всякий случай это письмо не стала. Ну, правда, конечно, да. В общем, со здравоохранением вот как-то цифры реальные расходятся с прогнозами и фантазиями министра федерального пока, но, в принципе, можно взять это на заметку и через шесть лет спросить господина Мурашко, где стопроцентная укомплектованность? А кто будет спрашивать? Президент? Мишустин? Депутаты Госдумы, которые утвердили его на эту должность? Или мы с тобой пойдем задавать вопросы? Ну, как журналисты, почему бы и нет? Мы же подкрадываемся с вами вплотную к музыкальной паузе, она у нас сегодня тематическая. Евровидение, которое вы могли бы обсудить вчера, но не обсудили, ждали меня, спасибо. Конечно, да. Выиграл швейцарский рэпер, которого зовут Нема, с песней The Code. Сам рэпер интересен тем, что, как все на Евровидении, он с двойным дном, как бы это сейчас не просвучало, извините, он объявил себя в ноябре прошлого года небинарной персоной. Если вы, как и я, зависли на фразе небинарная персона, то сейчас я добавлю вам столбника. Небинарная гендерная идентичность – это обозначение спектра гендерных идентичностей, находящихся под зонтом трансгерденности, гендерности, отличной от бинарного мужского или женского гендера. Как это похоже на шизофрению, в общем-то, звучит. В общем-то, да. Собственно, если вы видели номер, я видела кусок из него, то этот товарищ в юбке, в какой-то… В чем-то пестром, если… В юбке были шорты. Ну, вот кто что смотрел. И в такой розовой меховой какой-то штуке крутится на подносе, и в этот момент еще и поет, причем местами не попадая в ноту. Ну, тяжело же крутиться-то еще и пить при этом. Да, мне еще понравился комментарий, что это та самая посвистывающая сосиска в микроволновке, которая, вы знаете, когда вы ее поставили в микроволновку, она начинает пищать. Действительно, было очень похоже. Но, тем не менее, двумя скандалами обозначился товарищ. Во-первых, своей непонятной половой принадлежностью, ни по костюму, ни по самоопределению. И второе, тем, что он грохнул главный приз Евровидения об сцену сразу, когда получил. Ну, видно, руки у него дрожали, ладошки вспотели. Ну, переволновался человек, да. Переволновался. Знали бы вы, сколько раз били, гнули и грохали кубки в футболе, в хоккее. Я испугалась, что ты про ладошки сейчас как-то пошутишь. Они там все ладошки. Ну, в них, понимаешь, кубки-то еще и наливают всего вот этого, чего только не. Поэтому неудивительно. А здесь человек вышел на сцену после того, как исполнил композицию, прославился на всю Европу. Ну, в общем, вот Евровидение, которое в этом году прошло мимо Российской Федерации, причем мимо всех отношениях, не участвовали, не транслировали, не смотрели, не голосовали. Потому что, слава богу. Возможно, потому что один из участников Евровидения был снят, дисквалифицирован моментально с конкурса за то, что показал угрожающий знак женщине-оператору, которая его снимала. И, как бы, соответственно, был снят с процесса, чуть не склаз, производства. Ну, а что же мы с вами послушаем и почему? Двум исполнителям удалось победить на конкурсе дважды. Ирландцу Джонни Логану и шведке Ларин, которая побеждала на Евровидении 2012 и Евровидении 2023. Зовут ее, на самом деле, Ларине Зинеп Нора Талхуай. На открытии первого полуфинала конкурса песни Евровидения прозвучала песня «Еюфория». Причем в первый раз она звучала в сопровождении хора слабослышащих. А сама направленность музыкальная, в которой все это исполняется, называется «Йога-дэнс». Именно эту музыкальную композицию мы сегодня послушаем не по поводу открытия пензенской фабрики пианино в 1559 году, а по случаю 14 мая 2013 года, когда в шведском городе Мальме прошел первый полуфинал этого конкурса. Слушаем Ларину и «Еюфорию». Итак, о том, кто какие взятки дает, кто какие взятки берет, и даже о том, что за это бывает, мы уже успели поговорить. Продолжим читать новости. 8-921-045-945 номер для ваших сообщений, 45-09-45 номер для ваших звонков. Стало известно, кто в России чаще берет займы до зарплаты. Явно не за министр обороны. Не сильно дальновидные в финансовом плане, товарищи. Мужчины, оформляющие займы до зарплаты до 30 тысяч рублей на срок до одного месяца с единоразовой выплатой, чаще всего являются самозанятыми. Вот такая интересная выборка. А женщины, которые берут займы до зарплаты, чаще всего бывают продавцами. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой организации, которым располагает газета «РУ». До какой зарплаты берут займы самозанятые, подчеркиваю это слово, мужчины? Слушай, ну самозанятые же сейчас могут иметь постоянный доход? Они получают зарплату. Это там выручка, прибыль, как это можно назвать? До получения выручки. Ладно тебе, не прицепляйся к формулировкам. 12% заемщиков до зарплаты среди мужчин работают в тяжелой промышленности в строительстве. 11% с небольшими продавцами, а 9,3% с строителями. Еще в 8,3% это IT-специалисты, которые берут короткие займы. Реже обращаются за ними финансисты, работники сферы туризма. А что касается женщин, то среди выбирающих займы до зарплаты наиболее распространена профессия продавца. 21% и 0,4% таковых берут короткие займы. Также среди заемщиц на короткие дистанции самозанятые 12,5%, а также работницы легкой пищевой промышленности. Почти 8% другие часто встречающиеся профессии это медики, госслужащие. В то же время лишь немногие заемщицы заняты в сфере туризма. Туризм, я смотрю, прибыльная сфера, откуда люди не идут за микрокредитом. Мне кажется, это больше скорее какая-то вот такая вот заметка из серии любопытства, чем какая-то реальная связь между профессией человека и то, как он обращается в микрозаймовые организации. В эпоху того, как у нас развились кредитные карты у банков и то, какие условия порой там предлагают, мне, честно говоря, вообще непонятно существование такого феномена, как микрозайм, учитывая суммы, которые там предлагают. То есть ты гораздо проще и выгоднее, и безопаснее, наверное, в каком-то смысле иметь в данном контексте кредитную карту, да, где ты можешь там взять тот же микрозайм там до каких-то там сумм не очень больших и просто потом у тебя будет комфортно стоя по возврату этих денежных средств, чем вляпаться в историю с этими микрофинансовыми организациями, которые потом из тебя всю душу вытрасят и долг у тебя там 500% в день будет капать. А ты же понимаешь, что если человек с плохой кредитной историей, который не может даже вообще мечтать о кредитной карте, уж тем более о каких-то шоколадных условиях по этой карте, то, конечно, чтобы не связываться с банком, ему кажется, проще, безопаснее и легче дойти до микрофинансовой организации, которая у нас сейчас, к счастью, их стало меньше, а до этого они были на каждом углу, даже в павильонах в остановке, зайти туда и взять там легкие деньги, деньги быстро. То есть самозанятые мужики крайне плохо живут, да, что с плохой кредитной историей, и что у них остается только микрозайм. Причем работают там в тяжелой промышленности, да, и в туризме. Я, не то чтобы у меня какая-то очень богатая, конечно, кредитная история, но мне кажется, сейчас, блин, в какой банк не зайди, в мобильное приложение, там у тебя вот такой вот баннер будет висеть, вам там предодобрена кредитная карта, нажмите в два клика, и у вас там все, значит, будет получено. Не, ну если ты без пяти минут выпустившийся студент, и у тебя, в принципе, непонятно, есть ли у тебя работа, нет работы, то, наверное, да, кредит получить не так просто до сих пор, но, по крайней мере, я слышал об этом. Кредитная карта — это разные вещи. Так, а кто одобрит кредитную карту человеку, который непонятно вообще работает или не работает? Без понятия. Да, плюс, Макс, я уверена, что банки, делая предложения, вот эти кредитные определенные условия, или что-то, они анализируют, тем более, что сейчас… Они анализируют твои траты. Да, огромное количество механизмов, в том числе с использованием каких-то нейросетей, которые анализируют твои траты и вообще движение денег у тебя на карте, а, возможно, даже не на одной. И, исходя из этого, как бы понимая, что ты, да, надежный человек, у тебя капает каждый месяц определенная сумма, и ты еще что-то откладываешь, еще гасишь кредит или ипотеку, и у тебя еще остается, почему бы не предложить тебе еще и кредит на какие-нибудь шалости, на отпуск, например. Ну да, одобрять человеку, который вообще непонятно отдаст он это или не отдаст… Потому что это от копейки, да, копейки, да. Да, банки-то тоже не дураки работают. Ладно. Все, уговорили? Ну, вообще, да, на всякий случай напоминаем вам, как с историями с мошенниками, что если вы вдруг рискнете, что лучше не надо, но если вы вдруг рискнете, внимательно читайте все, что написано мелким шрифтом, сосновками и подзвездочками. У мошенников ничего не написано мелким шрифтом и звездочек никаких нет. То есть, что я мошенник? Ну, и если Катя предыдущую новость назвала такой легкой новостью, просто с информацией какой-то интересной, то что она скажет про следующую? Инфляцию в России на начало мая оценили с помощью мармелада. А я ничего не поняла, я сразу скажу. Это занимательная экономика для блондинок. Я сегодня за Петра Болочева буду работать и скажу, что это просто красивое название вот этой всей методики, к мармеладу никакого отношения не имеющее. Эх, с 4 по 11 мая 2024 года индекс мишек вырос на 1,1%. Так как недели и ранее он снижался на 2,7%. То есть инфляция в России немного ускорилась. И все это на примере мармелада. Это произошло, кстати, во многом из-за повышения цен на морковь, которая подорожала почти на 14%. Мне скрижищат в голове. Морковь, мармелад, инфляция. Мишки, да, инфляция. Адрес индекса заведующей лабораторией анализа институтов и финансовых рынков президентской академии Александр Абрамов. Чем занимаются в президентской академии? Мармеладных мишек считают. За неделю подешевел лишь один товар из 14 куриные яйца. Однако за неделю подорожала морковь. В индексе цены учитываются без скидок. Стоимость остальных продуктов в индексе осталась без изменения. Итак, что такое корзина индекса мишек? Она состоит из 14 популярных продуктовых товаров. Конфет, мармеладных мишек, фрутелла и мишки косолапые. Отсюда, собственно, и название индекс мишек. Апельсинового сока, причем не абы какого, именно J7. Самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди, матья, с молока, домик в деревне, масло подсолнечного олейна, самые бюджетные куриные тушки, чая Акбар, масло сливочного простоквашина и плавленого сыра фитакса. Очень, вот максимально странный подбор продуктов. Согласна, да. Максимально странный. Мало того, что, то есть, ну, вы берете самую бюджетную куриную тушку, но J7 не самый бюджетный сок. И мишки фрутелла не самые дешевые мармеладные мишки можно. И Акбар-то, в общем-то, тоже с чайом не самый. Да и масло подсолнечное можно найти подешевле. И молоко в деревне тоже не самое дешевое. То есть, почему они выбрали эти продукты? Почему именно эти? Почему именно этих брендов? Этот вопрос можно было бы задать заведующим лабораторией из президентской академии. Но, как бы, вот, что, собственно, за что купили, зато и продаем. В апреле 2024 года так называемый индекс мишек вырос на 11,2% по сравнению с логичным периодом прошлого года. Показатель в марте также составлял 11,2%. Вот это соревнование в попытках ввести какой-то индекс, индекс бургера, индекс блинов, индекс окрошек. Ну, хотя бы понятно, там, да, вот этот индекс, там, оливье, да, у нас там обычно какой-нибудь пасхальный, там, считают, шашлыковый набор, еще что-то. Там хотя бы понятный набор продуктов, и там есть от чего отталкиваться. Но здесь была такая подборка брендов и категорий товаров, что не совсем понятно. То есть тут вроде как бы и непродуктовая корзина подростка, но и взрослому как бы мишке фрутелла не очень напали. Это вчера у нас ведомства создавались ради ведомства, сегодня у нас индекс ради нового индекса. То есть есть у Росстата там целая, называется, да, это продуктовая корзина. В ней там определенный перечень продуктов. На него там в среднем считаются цены. То есть можно было бы взять эти же продукты, просто пройти по магазинам и посчитать это, так сказать, на земле, сколько это стоит. А я вот попыталась прикинуть это в какой-то кулинарный рецепт. Из мармеладных мишек и сельди и матея. Ну, допустим, на ужин, да, у нас есть, берем семью, в которой есть дети. То есть понятно, что мишки для детей, бананы туда же, апельсиновый сок. А дальше из чего-то мы пытаемся что-то приготовить. У нас морковь, бананы, селедка, курица, подсолнечное масло. Запьем все это чаем с молоком, судя по всему. На белый дешевый хлеб намажем плавленый сыр фитакса. И подадим курицу с морковным салатом. Ну, а сельд, я не знаю, как тут приложить. Друзья, в продолжении банковской истории Надежда пишет. Здравствуйте, несколько лет не работаю, соответственно, налогов не отчисляю. Периодически приходят предложения от банков на одобренные кредиты и карты кредитные. Так каким образом банки делают проверки, если предлагают кредит человеку без официального дохода? Вот вам, пожалуйста. Надежда, может быть, у вас до этого была очень хорошая кредитная история? То есть вы брали какие-то кредиты и, допустим, выплачивали их либо вовремя, либо досрочно. И по старой памяти они думают, что мало ли вы там где-то жируете себе, откладываете в другом банке. В загажничке, да. В конвертиках. Возможно. Перемещают наличную массу. Поэтому логику банков на самом деле пытаться понять, это, мне кажется, целая история. Ни разу не брала, отвечает тебе Надежда. А, слушайте, Надежда, тогда, не знаю, это какая-то, это какое-то сюрреалистическое. Неведомая нам логика. Неведомая логика, да. Не берите на всякий случай, держитесь. Вот. А вообще, да, у меня была история, когда мне звонили из банка и сказали, вы закрыли карточку два года назад, не хотите ли открыть ее обратно? Вы были таким хорошим, надежным, значит, а я как раз брала карту, на которую только переводила кредит за телефон. Это был один и единственный мой кредит, кроме ипотеки, поэтому... Значит, прям четенько в даты переводила. Четенько, конечно, потому что я тряслась, как осиновый, как заячий хвост, как осиновый лист, хотел сказать. Я тоже очень боюсь тех просрочек. Да. Вот. Что у нас еще подорожало? Ни одного выпуска без еды, да. Бизнес-ланчи в России подорожали более чем на 7%. Стоимость такого обеда в городах Миллионников в апреле выросла на 7,9% до 395 рублей. По сравнению с тем же периодом за 2021 год, рост составил уже 38%. Сильнее всего за год бизнес-ланчи подорожали в Новосибирске, в Ростове-на-Дону и Перми. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 5,9% и 9,02%. Соответственно, 483 рубля в Москве и 399 в Петербурге. Так это немного по нынешним реалиям. Та история, в которой было бы как раз таки интересно посмотреть, а из чего состоит бизнес-ланч. Ну вот разве что, да. Потому что бизнес-ланч бизнес-ланч у розни, зачастую порой очень большая разница. А стоят они, ну у нас в Мурманске плюс-минус одинаково там, да, те же 300-400 рублей где-то. А где? Вот я заказываю, извини, Саша, перебила, в одном из ресторанов, ну редко, но тем не менее, там идет первое, второе, ну небольшая порция, салатик небольшая порция и маленький морсик. Вопрос в чем состоит? В том, что этот бизнес-ланч стоит 550 рублей. Ну и как бы он не какой-то супер-пупер, он такой средненький. А тут вот такие вот ценники для городов-миллионников, я где-то не там заказываю. Ну опять же, надо понимать, да, того, что город-миллионник, это совершенно не обязывает того, потому что там было что-то дорого. Там большая конкуренция, там много заведений, и они между собой как-то соревнуются. И плюс надо понимать тоже, да, ну тебе могут положить там полкотлетки, а могут положить, извини меня, две котлеты, например, да, то есть они и по порциям могут быть разные, из разных продуктов, я почему и говорю. Ну тут согласна, да. Что как бы мы предыдущий, значит, индекс мишек обсуждали, да, очень странный набор продуктов. А вот здесь бы как раз хотелось посмотреть на детализацию, с чего состоят эти бизнес-ланчи, чем там кормят, в каком объеме. Ну и как отмечает вице-президент Федерации ресторатов и ательеров Ирина Благовещенская, удерживать повышение стоимости блюд ресторатам удается в том числе за счет уменьшения порции и использования более дешевых ингредиентов. Я, кстати, вот к бизнес-ланчам отношусь еще очень сильно остороженно, потому что мне рассказывали, возможно, меня обманули, может быть, кто-то из наших радиослушателей, кто работает в общепите, расскажет нам об этом, о том, что на бизнес-ланчи идут заготовки, которые не пришлись днем раньше. А это разумно? Если там нарезали, грубо говоря, там морковки, капусты, и это все не ушло, то значит, что в бизнес-ланче будет салат витаминный. Лишь бы не с плесенью. Но оно же не стало от этого хуже. Ну, сутки с капустой, с морковью ничего не случится, безусловно. Ну, то же самое там с картофельными пюрешками и супчиками, которые там сварили, да, какое-нибудь, не знаю, харчо для дня, для подачи. Ну, бульон, скорее всего, там заготовлен бульон, которым потом заливают набор овощей. Или там, если какой-то плотный, да, суп остался, его разбавили тем же бульончиком, и вот он опять же пошел на бизнес-ланч. На бизнес-ланч не приносят там какие-то эти заправочные супы типа щей и борщей, да? Ну, понятно, да. То есть то, как правило, что-то вот такое из базового, там, типа куриного, горохового, то есть что-то простое. Борщ тот же, да. Пять, ты молодец. Макс только что сказал не приносят, а ты с ним согласилась и сказала борщ тот же. Естественно. Ну, на самом деле, с борщом же есть волшебная история с заправкой, поэтому тут все решается, которая готовая, протушенная, очень хорошая, протушенная, смыслово тушеная, а не протухшая, в которой заправляется любой мясной бульон, нарезается картошечкой, если вы едите борщ с картошечкой, вот вам уже готовый легкий борщ. Это как из вчерашних щей делать сегодняшнюю борщ, да, история? Ну, кстати, это интересно. Конечно, когда у тебя вчера были щи, и сегодня ты их уже не хочешь, можно нарезать, пожарить свеклу и добавить, и будет борщ. Интересная, кстати, история, никогда об этом не задумывалась. Просто это очень актуально, потому что, я думаю, многие хозяйки меня поймут, щи, это какая-то такая история, когда ты варишь их, и у тебя, ты постепенно переливаешь их из кастрюли маленькой в более большую, потому что у тебя, ты добавляешь ингредиенты, у тебя превращается щи со временем в рагу, да, в рагу, и ты добавляешь туда воды, добавляешь бульон, еще чего-то добавляешь, и вот, как бы, у тебя на семью из трех человек, которые неделю будут есть щи, а можно было свеклу и все заколировать, и сказать, ребята, а сегодня борщ. У тебя коллеги есть вечно голодные, то есть много не бывает щей. А Саша же готов была к другой новости перейти, да? Я, да, я просто представилась, как в следующий раз я прихожу к кастрюле. Только предупреди, контейнеры мы возьмем. Значит, пока у меня нет студии, Саша тут раздает щи кому-то. В том-то и дело, что не раздает. Они у нее пропадают, а тут, понимаешь, взаимовыгодное сотрудничество, так сказать, получается. Как будто бы вы очень много говорите. Было, было дело там. Было дело, когда Екатерина получила персонально в лоточке, сложенной именно для Катеньки, азу из говядины с солеными огурчиками и перловой идеально сваренной кашей. Да, да. Но так давно, что я почти забыла этот волшебный вкус. Вот с этого стоило начинать. Тебе нужно было просто сказать про то, что давай повторим, а ты как-то вот все это упаковочнее. А можно было проще, да? Можно было проще. Можно сказать, завтра у меня ничего нет из еды, у нас с тобой эфир, давай как-то сконнектимся. Бизнес-ланч домашнего производства. Надо подготовиться. Это, кстати, возможно, какая-то была бы подработка, да, вариант. А с другой стороны, возможно, как бы просто для коллег, так сказать, да. Ну, сейчас для наших радиослушателей прозвучит реклама на Большом Радио, а потом мы все-таки расскажем вам о том, в каких городах подешевела вторичка. Итак, давайте глянем свысока на рынок недвижимости. Названы города России с наиболее подешевевшей вторичкой. В 19 крупных городах России за месяц снизились цены на жилье на вторичном рынке. Локации с наиболее подешевевшей недвижимостью назвали аналитики федерального агентства, о чем, собственно, и сообщает нам РИА Новости. Среди городов, в которых стоимость готовых квартир по итогам апреля уменьшилась, Ростов-на-Дону, Ленинградская область, причем там несколько городов, на 2% относительно марта. По 1% потеряли в цене квартиры в Архангельске, Магнитогорске и Кирове. В Москве это тип житья. Жилье подешевел на 0,7%, в Подмосковье на 0,5%, в Петербурге на 0,3%. На самом деле тут все очень просто. Где жилье строится, там вторичка и дешевеет. Безусловно. Логично, да. Ну и напротив, недвижимость на вторичном рынке подоржала. В 47 исследованных городах наибольший рост цен наблюдался в Сочи. На 6% за месяц в среднем по России стоимость квадратного метра готовых квартир за указанный период увеличилась на 0,6% до 113 тысяч рублей. При этом в 4 городах стоимость осталась неизменной. Мне вот интересно, вот, кстати, предпочтение людей. Если бы не брать цену, не брать стоимость, не брать период ожидания, люди брали бы вторичку или новостройки? Когда-то, мне кажется, когда-то было модно брать квартиры в новостройках. Ну, потому что новое, да, сразу все сверло. Никто до тебя не жил. Но у нас люди, хочется мне верить, и я думаю, это так и есть, умнеют со временем. И, наверное, мало кто захочет заезжать в 50-этажный дом, который стоит в поле, а кругом ничего. И, наверное, в этом смысле человек будет отдавать подпочтение вторичному жилью, когда у тебя вокруг уже есть инфраструктура какая-то, там, с магазинами, с социальными какими-то, да, учреждениями. И не надо сбрасывать со счетов и, там, социальные связи в том числе. То есть, там, друзья, знакомые, родственники, кто у тебя где живет. Да, если этот дом, например, 55-го года постройки, и с тех самых пор там не менялись коммуникации. Что ты от меня хочешь? Чтобы ты поменял коммуникации? Чтобы я поменял коммуникации? Я тебе объясняю, как думает человек. Ну, человек, вот я понимаю, что, как бы, я бы, в общем-то, может быть, и купила бы во вторичке, но я понимаю, что нужно вкладываться там в водоснабжение, в эти, как они называются, скажите мне, в электрику, еще куда-то. А после покупки квартиры у меня таких средств не останется. И, соответственно, ты либо живешь и ждешь, когда у тебя труба это рванет, как на пороховой бочке. У меня для тебя совет, который сравнит твоему вопросу. Просто разбогатей. Спасибо. А у меня тут был интересный разговор на майские праздники с риэлтором в Петербурге. И вы знаете, какой самый популярный вопрос? Просто он в топ-3 входит, который задают риэлторам в Петербурге при продаже квартир в историческом центре. Так. Ну, попробуйте. Что там с коммуникациями? Ну, это да, безусловно. Ну, там, когда была замена, все прочее. В общем, сколько человек умерло в этой квартире? Ха. Потому что, ну, то есть она долгое время существовала. И вот мне барышня сказала, что, говорит, когда мне первый раз задали этот вопрос, я сказала, что я не могу на него примерно ответить, даже примерно. Мне сказали, что, ну, вы плохо подготовились. Как вы вообще продаете квартиру, не обладая знаниями, такими важными для людей? Это же атмосфера. Это же вот нам потом жить в этом энергетическом поле. И она говорит, теперь я когда еду на презентацию этой квартиры, на показ, где-то в центре, после, говорит, вот этого у меня был такой шок, что я теперь неизбежно прикидываю, сколько лет дома, сколько поколений там могло прожить, и сколько примерно человек могло там представиться. И называют, ну, будет примерно там, ну, 15. А просто, просто умерли или именно убили кого-то криминально? Нет, вопрос был про просто умерли, но, кстати, про квартиры вот с такими нехорошими историями. Дом с привидениями. Назовем это так. Больше всего рассказывают соседи. Поэтому вот она рекомендовала, что если вы покупаете что-то на вторичном рынке, что-то старое, историческое, и вот если вы понимаете, что как-то вот что-то вот там не так, там, с ценой, или там, торопятся с продажей, или еще с чем-то, лучше без риэлтора приехать и поговорить с соседями. Да, ну, убили, убили. Что такого? Ну, да. Сколько? 15 человек тут погибло? Ну, знаете, если бы было 14, то я бы, наверное, купила. 15 как-то вот уже слишком-слишко. Слушай, а вы-то говорите скептически. Как будто бы вот если бы вы узнали, что убили человека в квартире, вы бы все равно взяли этот квартир. Господи, у меня у соседа убили человека в квартире. Но ты же не с соседом живешь, я надеюсь. Слава богу. Но он приходит ко мне за помощью. Вообще, когда мы говорим, да, об каких-то исторических домах, ну, у нас и в Бурманске есть, да, исторический центр, там, да, сталинские дома, ну, всегда, это всегда допущение. То есть ты всегда должен, ну, понимаешь, что с чем-то тебе придется мириться. С какими-то коммуникациями, там, да, с деревянными перегородками, возможно. Сейчас у нас там центр отремонтируют худо-бедно, да? С призраками умерших бывших жильцов. С призраками умерших бывших жильцов или соседей. Я не могу, не буду прямо утверждать, мне даже рассказывали, что вот в сталинских домах, да, которые у нас по центру города, не во всех есть ванны, например. И люди вынуждены ставить себе душевые кабины, потому что там, ну, просто физически вот не предусмотрена возможность установки в ванной, например. Да не, не может быть. Подождите, не может быть, эти же дома, они же строились уже когда, и они, особенно те, которые капитанские, они сдавались там с паркетом, шелковым абажуром в обязательном порядке и всем прочим. Что без ванны, не верю я в такое. В баню? Я думаю, что это, скорее всего, возможно, там была какая-то перепланировка из разряда уплотнения. И вот теперь там не воткнуть ванну, а как бы поставлен душевой уголок. Вот это возможно. Там была четырехкомнатная квартира. Ее разбили на, там, не знаю, две двушки. И где-то ванна есть, а где-то ванна не стала. Поэтому так. А что касается, когда ты заговорил про вот старые дома, типа сталинские, там все проще, учитывая год постройки хрущевок, там уже тоже в анамнезе могут быть какие-то призраки. Ну, а то и, да, и не один. Мне кажется, что везде практически кто-то да умирал. Чего вы так зацепились за умирающим? Да, я не речь про стомость. А ты видишь, людей вообще волнует этот вопрос, раз они задают его риэлторам. А ты равнодушен к этому. А кому-то интересно, наверное. Я только от одного источника это через старые руки услышу, что, оказывается, людей это волнует. Это ценный, достоверный источник информации. Давай сразу оговоримся на берегу. Продолжая темы продажи, покупки квартиры и, возможно, неизбежного в связи с этим ремонта, в России цены на стройматериалы могут вырасти к июлю на 10-15%. Кстати, весьма ощутимая цифра. Об этом рассказали в федеральном комбинате стеновых материалов изданию «Известия». Традиционный пик спроса на основные материалы для строительства домов приходится на июль-август. Объем предложения в этот период начинает резко сокращаться, что приводит к росту цен. Если не поддерживать баланс спроса и предложения, регулирование цен есть риск возникновения дефицита наиболее востребованных строительных материалов, объяснил эксперт журналистом. Он отметил, что в этом году спрос на строительные материалы будет очень высоким еще и потому, что необходимо восстановление домов, пострадавших от паводков, так и рекордным спросом на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Наш горячо любимый Петр Болочев ментально подключается ко мне и врывается в эфир. Я смотрю, у вас космическая связь. Через меня. Два месяца назад еще эксперты прогнозировали, что в текущем строительном сезоне строительные материалы подорожают. Если вы что-то хотите вдруг делать, заранее об этом подумайте. Потому что потом, а, подорожает, и, б, возможно, вы еще и не все найдете, что хотите. Потому что дефицит возникнет. Эксперты говорят о том, что в первую очередь цены могут подняться на древесину, цемент, газоблоки, а также кирпичи и материалы для отделки фасадов домов. Я, кстати, тут, когда прочитала историю с восстановлением, подумала, что же у нас там в Оренбургской области. И вот открыла новости региональные, уральские, и выяснила, что более 2000 домов в Оренбургской области по-прежнему затоплены. Если быть точными, чуть больше 2100 домов все еще находятся в зоне затопления. Большая часть из них расположена в Оренбурге или в Оренбургском районе. При этом от воды освободилось 28400 жилых построек и 46963 проруссадных участков. Но я думаю, там все-таки это уже история не про то, что у вас дом по крышу залит водой. Ну, скорее всего, вода все-таки уровень воды снижался. Но, тем не менее, жилища так или иначе, ну, непригодны все еще для того, чтобы в них пребывать. Более того, как вот говорят, всего просушено 9011 домовладений и 176 многоквартирных домов. После схода воды обработано 28304 дома и выгребные ямы, которые на дачных участках есть. Проводится диротизация, санация всего этого. На пострадавших от паводка территориях возобновлена подача электричества, восстановлено газоснабжение, откачано больше миллиона 857 тысяч кубометров воды. То есть до того момента, когда к этим домам можно будет подступиться, чтобы начать их восстанавливать и вести какие-то строительные, ремонтные работы, еще, видимо, время неприлично пройдет, пока не прославлено. Если повезет, и лето будет жаркое, и вот оно начнется, грубо говоря, завтра, то, конечно, процесс пойдет быстрее. Но вот когда все же видели эти видео и в Телеграммах, и в социальных сетях, когда люди заходили, и просто вот эта грязная вода, которая убила все, то есть вся мебель, вся электроника, это не просто ремонт, это не переклейка обоев. Мы же понимаем, что еще там размокли бревна, где-то что-то повредилось. Одежда. Заново строить в какой-то степени. Все имущество. Да, то есть это реконструкция дома полностью. И полное его оснащение. И полное его оснащение. Это как бы сумасшедшие деньги. Учитывая, как мы, когда все это началось в Оренбурге, смотрели с вами выплаты, которые там 10 тысяч рублей предполагались на человека, выплаты материалей. А я махал табличкой страхование имущества. Да, Макс напоминал про страхование имущества и жилья. Ну, то есть это все, конечно, прямо вот. Эксперты обращают внимание тех, кто планирует в этом году строить дом, особенно если с привлечением кредитных средств. Здесь, кстати, идет уже речь о каких-то индивидуальных жилых построек, когда мы не трогаем уже зону паводка. Это, например, свой дом в Арктике, если кто-то успел получить участок и будет строить. То в смете на строительство нужно предусмотреть вероятность роста цен на основные строительные материалы, иначе есть риски того, что денег не хватит и будут нарушены обязательства перед банком. Обращает внимание эксперт. Обязательства по срокам строительства и передачи готового объекта в залог, уточнил он. По прогнозам экспертов, цены на основные строительные материалы начнут активнее расти после снятия во всех регионах ограничений по движению большегрузного транспорта из-за весенней распутицы. Ну, соответственно, после этого у нас обозначится какой-то рост. Так что, если вы задумали построить какой-то домик, то вот... Так у нас-то еще и логистику надо брать во внимание. Пока сюда довезешь, и сколько это будет стоить, тут к стоимости строительных материалов нужно еще и транспортные расходы тоже учитывать. Надо квартирку застраховать. Я что-то платила-платила какое-то время, сейчас срок закончился, надо заново от греха подальше. Неожиданно Катя пришла к выводам. Да, я прихожу к ним каждый месяц, просто потом забываю, тут как-то так очевидно стало. Ну, и если мы говорим о строительстве, тут неожиданная история. В Териберке предлагают построить храм, из которого можно будет наблюдать за северным сиянием. Я когда прочитала этот заголовок, я с первой очереди подумала, что же за религия? Да, храм ради того, чтобы было комфортно смотреть на северное сияние. Потому что храм этот, ну, конечно, он очень красиво выглядит, он практически весь стеклянный, то есть с прозрачными стенами, прозрачными куполами, и напоминает такое вообще, вот если посмотреть проект, фотография, она доступна на сайте Архмосква, почему там сейчас расскажем, напоминает такой японский фонарик из тонкой бумаги, просвечивающей, да, но как бы в большинстве это стекла. Так витражики такие, да. Да, как витражи. Итак, на выставке в форуме Архмосква 2024 представлен проект храма, который предлагают построить в Териберке. Авторы проекта отмечают, что вдохновились обликом сгоревшего в 2018 году храма Успения Пресвятой Богородицы почему-то в Карелии. Самое смешное, что на сайте под проектом написано «Калерия». Республика «Калерия». Хорошо. И проект отсылает... Непризнанная, это очевидно. Проект отсылает к традициям древнерусской деревянной архитектуры, типичной для северных регионов страны. Основным материалом храма станут дерево и стекло. Большая часть остекления наполнит храм светом, особенно в полярную ночь, и создат открытое проницаемое со всех сторон пространство, а также позволит наблюдать северное сияние. Уникальное природное явление за поляре, рассказали организаторы выставки и архитекторы, которые в этом всем участвуют. То есть, есть вообще вопрос. Есть много вопросов. Зачем наблюдать за северным сиянием из помещения? Отпустим, что это православный храм или какой бы то ни был вообще храм. Зачем наблюдать за северным сиянием, находясь в помещении, пусть и со стеклянными стенами, когда можно выйти из него и наблюдать северное сияние? Я бы сказала, что, наверное, потому что в помещении теплее, но с учетом того, что там будут вот такие витражные огромные окна, я сомневаюсь, что там будет прям это тепленько-тепленько. Плюс ко всему, чтобы наблюдать за северным сиянием, ну, надо, чтобы было минимум света. Соответственно, люди будут в полных потемках находиться в этом стеклянно-деревянном амбаре, который, возможно, будет еще и недостаточно теплым, и будут что-то там пытаться увидеть. И при этом, возможно, еще службу послушают православную. В потемках. Ну, хотя бы какой-то бонус. Послушать в потемках, я могу себе представить, но как ее провести в потемках, возникает вопрос. Я не очень знаком с особенностями проведения службы в храмах. Насколько там много нужно света для этого? Мне интересно, насколько это необходимо с точки зрения религии и управления всех нужд религиозного культа. То есть и как вообще? Ну, вообще, и храм, это же определенный набор... Функций. Функций, да. Например, крещение или отпевание. Представляете, туристы врываются с фотоаппаратом, а там, прости господи, ну, как бы... А не надо врываться, он стеклянный. Снаружи все будет. Ну, непонятный симбиоз совершенно, да. Тогда можно было ресторан там какой-то сделать с панорамными окнами, раз уж на то пошло. Или тоже просто не уникально, а вот храм такой, это же такая вот изюминка-то будет. Ну, это вот если бы я был человеком увлеченным религией, да, но я бы сказал, что это даже как-то в чем-то пошло. Да. Потому что, ну, смешивать мягкое с теплое, ну, наверное, немного неуместно. И превращать точку, в которую люди приходят решать свои, ну, я даже не знаю, как, ну, окей, религиозные задачи, да, сделать его туристическое какое-то меккое, ну, наверное, немножко странно. Да. Да, наделять его таким функционалом. Просто мы же понимаем, что действительно в храм каждый приходит с чем-то своим. И очень редко человек приходит чему-то порадоваться. Очень часто люди приходят, как бы... Ответы искать. Искать ответы. У кого-то какие-то беды, горе, скорбь, да, и как бы вот толпа туристов, это же не зря в Петербурге, да, в том же, да и в Москве часть наиболее востребованных у туристов храмов, они либо на время службы перекрывают часть, да, либо служба там не отправляется. Это музейный комплекс, который, да, вроде как принадлежит РПЦ, или у РПЦ там есть какая-то часть, там есть иконы выставляются, к которым туристы также могут приложиться. Но это не в таком варианте. Очень интересно было бы получить комментарий, кстати, нашей епархии, Мурманская, Мончегорская по этому поводу, что ожидать, выделен ли уже участок, когда запланировано строительство, и главное, учитывая красоту, сколько же стоит будет этот проект? Честно говоря, я не верю в жизнеспособность, то есть пока что это даже не концепция и не проект, это фантазия, мечта и красивые картинки. Да, фантазия, мечта и красивые картинки, но, кстати, вот нечто похожее, а именно стеклянный храм, вернее, часовню, я видела в Армении. Причем этот храм, он на каком-то таком перегоне, то есть посреди вот этих взгорьев и гор, проходит дорога, очень ветрено, и вот там на камушках стоит абсолютно стеклянная прозрачная часовня. И когда я первый раз увидела из машины мы ехали, я глаза протерла, потому что я не могла поверить, что вот такое нано-ангитурное произведение может... Но самое интересное, что до нее нужно достаточно долго идти, и когда мы достаточно долго до нее шли и дошли, мы обнаружили, что она закрыта на замок, потому что, ну, это не очень с точки зрения вандализма устойчивое сооружение. Ну, логично. Поэтому вот все, что и стекла, и дерево планируется именно с большим посещением количества людей, вызывает сомнение. Картинка очень красивая, рекомендуем посмотреть. Сегодня об этом писали очень многие региональные СМИ. Вам же мы прямо сейчас предложим рекламу на Большом Радио. А теперь предложим вам заглянуть в лето. В Мурманской области готовятся к летней оздоровительной кампании, которая охватит более 17 тысяч школьников. При этом дети из семьи участников специальной военной операции имеют первоочередное право на получение путевок в оздоровительное учреждение. Бесплатно путевки также будут представлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и школьникам с 5 по 8 класса в рамках федеральной программы «Дети Арктики». Для детей организуют различные формы занятости, походы, экспедиции, творческие активные площадки во дворах. Кроме того, в этом году при поддержке Мурманской области для 350 детей из Приморского района будут организованы путевки в оздоровительное учреждение. Кто-нибудь из вас когда-нибудь ходил в детский какой-нибудь школьный лагерь? Да, я и в школьный ходил, и не в школьный, но в припришку, как бы организованный со стороны школы, ездил в детский лагерь. И как тебе? Да, разной степени паршивости. Был один очень классный лагерь. Отправляли как-то детей из Мурманской области в Ростовскую область. Шикарно совершенно провел время. Ну, потому что прям смена климата. Дело даже не в климате. Это был такой лагерь для юных лидеров. Он такой весь был очень молодежный, с молодыми вожатыми. Я не то чтобы сейчас квас, то есть просто вспоминаю. Абсолютно, да. То есть там была организация такая, ну, знаешь, не кондовая, не ханжинская, не совковая. Было все довольно прикольно. А ездил в Ленинградскую область, там было отвратительно совершенно. Вот именно из-за того, что вот такой прям классический, со строгой воспитательницей, где вот там позавтракали, коктейли попили, зарядку сделали. Почистили от бы. А ты, Саша, мне как-то вот не приходилось. Слушай, я тоже счастливый ребенок. Меня в середине мая в каждом году отправляли в деревню к бабушке. И забирали в середине сентября. Из-за этого были определенные коммуникационные проблемы в школе. Но вот именно вот истории с детскими лагерями я вот как-то не хлебнула вообще ни разу. И не жалею об этом совершенно. Потому что у меня летом была вообще отдельная, другая жизнь. И поэтому до сих пор вспоминаю с удовольствием и думаю о том, как это вот круто все-таки лето в деревне. Но вот тоже встречаю людей, у которых о некоторых поездках в лагерь прям очень крутые воспоминания. Особенно у северных детей, которые впервые выехали, например, в Артек. Вот я только хотела сказать, да, вот где-нибудь на юг, где солнышко, тепло, море. Да, ну и то, о чем говорит Макс, можно классно провести время и в школьном лагере, если там хорошие организаторы, хорошие педагоги. Этим летом в муниципалитетах Мурманской области на базе школ будут работать 67 лагерей дневного пребывания. Открытие запланировано на 29 мая. Более 5,5 тысяч детей смогут отдохнуть за пределами Мурманской области. А более 11,5 тысяч детей на территории региона. Об этом сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. При организации летнего отдыха за пределами региона основной акцент сделан на выезд детей на Черноморское побережье Краснодарского края. На начало летней оздоровительной кампании закуплено 4700 путевок за счет федерального областного бюджета. 1700 путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 2000 путевок по программе «Дети Арктики». Около 1000 путевок с родительской доплатой, которая составляет 25% от стоимости. Ну и промышленные предприятия нашего региона также планируют направить более 700 северных детей на отдых за пределы региона за счет собственных средств. Помимо этого, в этом году учащиеся в Мурманской области получили 70 путевок в Артек, Смену и Орленок. Я думаю, что повезло этим детям. Если вы сейчас слушаете все это и ничего не запомнили, но вам очень интересно, у вас ребенок, и вы думаете, как его и куда пристроить в летние каникулы, заходите на сайт «Каникулы 51». Это сайт подконтрольного Министерства образования и науки Мурманской области, на котором выложены все лагеря. Их можно сортировать по пониманию, что есть в вашем муниципалитете. Что касается лагерей федеральных, то там можно посмотреть полный пакет документов и полную информацию о том, как упаковать ребенка в этот лагерь. Ты так все рассказала, что мне самой захотелось. Захотелось в лагеря себе ездить. Слушай, а мне каждый раз, когда я читаю про детские лагеря, вспоминается история, которую рассказывала моя мама, когда она поехала как раз в класс 5-6, их первый раз вывезли куда-то прямо на юг, на юг. И они попали на сбор черешни. И она говорит, что северные дети объели черешню вместе с листьями. И местные смотрели на это и говорят, откуда дети из Мурманской области? Ну, пускай едят, только на завтра нужно предусмотреть. На завтра, естественно, всем было немножко плохо. Но вот именно вот это вот, когда детвора налетают на дерево, и на нем даже листья практически не остаются. У мамы до сих пор ассоциируются с первым выездом в лето. У меня мама была пионер-вожатой. Она, наоборот, всегда следила за теми детьми, которых она вывозила. И она с ужасом вспоминает об этих поездках, потому что говорит, что подростки, это какая-то, это катастрофа просто. Это отдых не отдых. Так-то со стороны выглядит тоже все красиво. Возможность лишний раз выехать, побывать на берегу моря. А вот по факту у мамы такие воспоминания остались. Ну, это у тех, кто работает. Я после 11 класса работал в вожатом детском лагере. Не в выездном, правда, а у нас в поселке. Я сам был из Мурмашеи. То есть он был даже не школьным, но все равно там были дети все местные. Из Мурманска детишек некоторых привозили. Я специально себе, собственно, выбирал категорию, возрастную категорию детей из серии с 9 до 12, чтобы не сильно маленькие, чтобы с ними можно было коммуницировать. И не сильно уже взрослые, с которыми тоже уже невозможно коммуницировать. И да, забавный тоже опыт такой. От которых еще можно отхватить по шее. У нас новости из мира науки. Гидрогель для нейтрализации алкоголя в организме испытали на мышах. Как грызуны справились с похмельем и как это поможет людям, изучили внимательно мы. Сейчас расскажем вам. Международная группа ученых, состав которой вошли представители университетов Швейцарии, Бельгии, Испании и Китая, разработала средства, способные при попадании в организм быстро и безопасно расчислять алкоголь. Об этом рассказывает научное издание и доказательства приведены в нескольких научных журналах. Пока действия новинки испытали только на лабораторных мышах. Что представляет собой этот гель? Он представляет собой комбинацию атомов железа и бета-лактоглобулина, который представляет собой один из белков коровьего молока. Когда он сталкивается с алкоголем в пищеварительной системе, он способствует быстрой детоксикации. Поскольку организм наш естественным путем расщепляет алкоголь, производит побочный продукт, альтоцит-гель, который вызывает похмелье и может повредить печень. Вот этот гель, который придумали эти ученые и накормили им мышей, помогает превращать спирт непосредственно в ацетат, избегая накопления токсичного промежуточного продукта. Химию закончили, теперь переходим к биологии. Чтобы протестировать гель, разработчики скормили его восьми мышам. Восемь других лабораторных животных получили гель без железа, а еще восемь получили только физрастворы. Им было хуже всего, потому что через 20 минут после этого всех мышей напоили алкоголем. Более 30% этанола всасывается у нас в толстом кишечнике, поэтому к гелю сначала нужно добраться. Поэтому, если вы когда-то будете употреблять этот гель, помните, что сначала гель, потом все остальное. Итак, снижение алкоголя в мышах, которым давали гель с железом и молоком, оказалось в ходе эксперимента гораздо ниже, чем у остальных подопытных. И хотя все мыши потеряли сознание после употребления спиртного... Негодуя, сказала Саше. Я просто, ну, это действительно, это издевается над мышами. Получившие железно-молочный гель проснулись на 2 часа раньше остальных. Более того, гель защитил животных от повреждений печени. Через 6 часов после этого исследователи подвергли мышей тесту на трезвость. В водном лабиринте мыши, съевшие железно-молочный гель, плавали быстрее и эффективнее, искали выход, чем сородичьи, которым давали только молочный гель или физраствор. Мне кажется, те, которые на физрастворе, им было очень плохо и, наверное, тошнило еще в этом водном лабиринте. Не до плавания было совершенно. Их производительность была на одном уровне с мышами, которые никогда не пили алкоголь. Теперь команда разработчиков планирует провести испытания на добровольцах. Я надеюсь, в том же формате. Сначала кормят, потом поят, а потом в водный лабиринт. После того, как гель подействует на людях и после того, как его испытают, его можно будет использовать для предотвращения похмелья и вреда хронического употребления алкоголя. Я вот против испытаний на лабораторных животных, любых. Это вообще какая-то страшная история. Я понимаю, что, наверное, какой-то замены нет. Но история, когда вот такие вещи тестируют на мышках, это, конечно, с одной стороны забавно, с другой стороны, мыши жалко. Чтобы ты не страдала от похмелья, кто-то же должен с тебя пострадать. Вот те восемь мышей, которых сначала отдали в физраствор. А представляете, мыши, то есть компания. Мышей? Компания мышей. Ну подождите, вот их кучка, да, их поделили на три части. Они смотрят друг на друга, вроде бы одно и то же дают, да, этим гель, этим гель, этим тоже что-то похожее. А им же никто не сказал, что это мыши, это физраствор, сейчас вам будет хорошо, потом будет плохо. Потом мыши пили. И вот, понимаете, как наступило утро, когда пили все одинаково, но плохо всем по-разному. Вот мне кажется, вот в этой группе мышей это вот прям был наглядный пример. То есть ты думаешь, что вот те, которым было плохо, они лежали, смотрели на тем, которым было хорошо, и думали, как же так? Которые уже рассекали по водному лабиринту. Да, почему, почему они такие активные и бодрые, а мне так плохо? Лабораторные мыши, они, мыши вообще очень умные, крысы, да, животные? А лабораторные? А лабораторные еще больше. Понимаешь, какая у них жизнь богатая и удивительная? Не все мыши. И физраствором напоили, и алкоголь дали, и в лабиринте поплавал. Красота. И какой спектр эмоций, да, сначала так хорошо, и мир заиграл новыми красками, потом неожиданный сон, потом что-то пошло не так, а у кого-то пошло. И вот ты уже плывешь. Интересно, каким алкоголем поели мыши? То есть какой-нибудь спирт разбавленный. Да, наверное. Ну или не разбавленный. Мастер Маргарита, водка, что вы, королева, чистый спирт. К дальнейшим новостям перейдем, и они опоследованно связаны с новостью про мышей. В 2024 году популярность дачных шашлыков на майские праздники внезапно снизилась. Удивительно, правда? В этот раз 13% россиян решили, на 13% больше россиян решили провести длинные выходные за границей. Цифры из обезличенного исследования одного из мобильных операторов, который отсмотрел данные по своим абонентам. Первое место популярности поездок, впрочем, как всегда, осталось без изменений, это Турция. На втором месте Белоруссия, на третьем Казахстан, топ-5 самых востребованных направлений, вошли также Арабские Эмираты и Грузия. Судя по данным роуминга, россияне стали чаще кататься в Азию, любимые привычные Таиланда, еще в Китай, Южную Корею и на Мальдивы. В то же время, в период майских праздников, турпоток из России в Европу почти не изменился. Однако, это не коснулось любимой всеми Италии. Турпоток вырос на 15%, также на 25% увеличилось число поездок во Францию и на 16% в Испанию. Вот я хочу увидеть людей, которые, планируя майские праздники, говорят, ну что, на дачу, на шашлыке? Слушайте, а давайте в Турцию? Я вот тоже думаю, говорят, что люди плохо живут, что сложности какие-то в микрозаймовых организациях кредиты берут, даже самозанятые. А тут все хорошо. Явно люди, которые поехали в Испанию или Францию, или Италию, это не постояльцы офисов микрозаймов. Ну, конечно, да. Микрозаймовых организаций. Есть шальные, наверное, которые один раз живу, как съезжу. Ну, возможно. А потом в офис микрозайма. Потому что уже не то, что на шашлыке, а вообще не на что. Да, на гречку не хватает. Ну, тут опять год от года как бы как придется, да, в этот раз так удачно сложились вот эти вот куски рабочих и нерабочих, что можно было вот эти какие-то затычки там из отгулов чего-то себе поставить и, в общем-то, две недели себе по большому счету получить. Да, но и так неудачно сложились погодные обстоятельства, надо сказать, потому что в Центральной России и на Урале было очень холодно. То есть туристические города, которые обычно на длинные праздники тоже выбирают себе люди, там, не знаю, Екатеринбург, Москва, Петербург, было очень холодно. То есть не только нам досталось. Зато, смотри, как удачно людям, которые съездили, погрелись в Турцию, сейчас вернулись сюда, а там в Турции прошел синег вот накануне, там похолодало очень резко. Очень удачно, да. Проклонная из России. А у нас тут целый плюс 10 в Мурманской области. Ну что, ты знаешь, уже тоже спасибо. Не, я с благодарностью. Ты буквально полтора часа назад сказала, что 18 тебе обещали в субботу. Вот, опять же. Какие-то, нет, нечестные особенности. А вот посмотрим, а как будет там плюс 18? Вот вы меня вспомните, Катя говорила. Зачем тебе суббота с плюс 18, когда у тебя есть среда в студии, вторник, сегодня в вторник, я потерялся. В вторник, вторник, да. В студии и 27 с половиной грамм. И хорошая компания. Хорошо. Хорошо. Ну и добьем туристические новости. Россиянам назвали самое бюджетное направление для летнего отдыха. Кандалакша? Почему бы, кстати, нет. У нас в Кандалакше очень красиво. Я и там сосны, и залив этот Кандалакш. И ты среща сказал. Почему? Все в Кандалакшу. Итак, самым бюджетным вариантом оказалась Абхазия, куда поездка обойдется в среднем в 146 тысяч на двоих, сообщают РИА Новости. Чуть дороже будет Турция. Третье место занял Египет, где средний чек составит 210 тысяч рублей. За отдых в Арабских Эмиратах придется отдать в среднем 229 тысяч рублей. Замыкают рейтинг Шри-Ланка и Таиланд с средними чеками 237 тысяч рублей и 252 тысяч. Почти уж наверняка все это считается из Москвы в среднем. Да, у нас жители Мурманской области и какого-нибудь Владивостока. А туда еще, пожалуйста, еще соточку для Владивостока, еще двадцаточку для Мурманска на перелеты до точки, так сказать, разлета. Да, в списке самых дорогих курортов Индонезия, Мальдивы и Кубы, где средний чек составляет 446 тысяч рублей на двоих. Я вот, когда смотрю на эту сумму и думаю, как же далеко, как, вернее, дорого сейчас летать куда-то на солнце, выбраться. Поэтому, ты знаешь, Кандалакша играет новыми красками. Да, да, соглашусь. А я абсолютно без сарказма. Тем более, что, понимаешь, там еще не везде карта мира. В Кандалакше карту мир принимают везде. Даже я порой рекомендую в Брумашу поехать. Это юг по отношению к Мурманскому. Лучше в Кандалакшу. Да, поэтому, да, рассматривайте какие-то варианты для лета. Что же касается Мурманской области, то я вот всегда говорю друзьям, коллегам, знакомых из других регионов, что я летом не люблю уезжать из Мурманской области, потому что летом в Мурманской области прекрасно. У тебя полярный день, если повезло, тепло, потом у тебя пошли грибы, комары, морожка, вот это вот все. Красота. Каждую неделю что-то новое. И если еще есть возможность выезда за город, то это вообще восхитительно. Поэтому, ну какая Турция? Какая Индонезия? С точки зрения вот наших сезонов, да, ну, наверное, для любителей какой-то, может быть, эстетики, хорошей погоды, логичнее всего уезжать вот в этот дурацкий слякотный период перед летом. Вот какой-то вот конец марта, начало апреля, в общем-то, весь апрель. Вот тогда вот было бы, наверное, неплохо. Потому что осень у нас здесь тоже очень хорошо, как бы холодает, но не часто у нас уж прям очень сильно слякотно. Особенно если осень без качелей, да, вот я как раз хотел сказать, что это вообще восхитительно. А вот мне кажется, самый противный месяц в Мурманске – это апрель. Вот это просто как бы что-то чудовищно отвратительное. Поэтому вот вырваться из Мурманской области на апрель, а потом провести здесь чудесное лето, почему бы и нет? Значит, где-то надо с конца марта и по началу мая просто на въезде в регион вешать замок, все уехали на пляж. Да-да-да. Единственное, что в мае не очень выгодно брать отпуск по деньгам, потому что вот месяцы же, где у нас получается, в январе и в мае. В январе и в мае, то есть те месяцы, когда у тебя большое количество… Мы в апреле собрались ехать. Ну, ты сейчас… Мы к мае… А, да, все нормально тогда, все отпадает замечание. И просто перезимуем майские выходные в Мурманске и как бы все нормально. На даче с шашлыками. Да-да-да, на даче с шашлыками и с насморком, возможно, потому что все-таки зима, фу, весна в этом году везде холодная, но в Мурманской области она особенная. Катя, для тебя специально давай заглянем в прогноз погоды и посмотрим. Вот ты сейчас сердцем не разобьешь, да? Я уже готова к этому. Давай. Во-первых, Катюш, я начну с того, что у нас тут 15 мая погода Кольского полуострова по-прежнему будет определять периферия активного циклона, который к нам идет, и ожидается небольшой дождь. Завтра, кстати, он обещается более такой усиленный, уверенный, чем сегодня. Сегодня я там так смочила с утра. Пока-пока. Я как-то пропустила. Несерьезно совершенно. Тем более температура воздуха в дневные часы плюс 9, плюс 14. А вот я тебе хочу сказать, что, например, в четверг температура воздуха понизится. Если днем это будет еще плюс 9, еще куда не шло, то вечером и ночью это будет всего лишь плюс 1. Так, с субботы-то что? Что касается субботы, то мы, во-первых, помним, что это долгосрочный прогноз, который не очень хорошо сбывается. Давай-давай-давай уже. Что у нас обещают субботы на субботу? Катя, да, но уже не плюс 19, уже плюс 17, а я тебе обещаю, что когда мы заглянем, там в четверг там будет всего лишь плюс 15. Не факт. Вечером плюс 7, Катя, и дождь. 90% дождя в течение всего Катя дня. Есть ли у тебя, Катя, резиновые сапоги и зонтик? Есть. Ну вот отлично. Подготовь это к субботе, я думаю, что все это тебе пригодится. В сапогах, шортах и... Ой, в шортах сегодня, кстати, молодого человека, когда на эфир шла. Первого пока в сезоне. Первая ласточка в шортах. Ну что ж, мы же завершаем этот эфир, обещаем вернуться к вам завтра. Сегодня с вами были Екатерина Гладышевская. Теплого недождливого вам вечера. Максим Жиравин. Всем пока. Меня зовут Александра Козлова, я по традиции желаю вам исключительно хороших новостей. И, как я люблю это говорить, повторяю, что если вы в течение дня не читали новости, то вам достаточно просто в 17.30 включить большое радио, программу «Три в квадрате» и узнать все самое интересное за день, а то и за неделю. Мы же расстаемся с вами ненадолго, оставляем вам Алексея Марина, который поставит вам ваши любимые, самые интересные, самые замечательные песни, потому что других у него просто не бывает. Хорошего всем вечера. Пока. Субтитры подогнали Симон.